Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. На связи столичное управление МЧС. В студии Александр Попко. С начала года минские спасатели совершили почти 1700 выездов. За это время на пожарах погибли 24 человека. 36 человек спасены. Минск чрезвычайный. Началась неделя с поджога входных дверей в партизанском и московском районах. В доме номер 45 по улице Запорожской загорание обшивки двери в квартиру произошло утром в воскресенье. Его заметили соседи, они же и вызвали МЧС. А в доме номер 37 по проспекту газеты «Звезда» загорание входной двери в тамбур произошло в ночь на понедельник. Жильцы подъезда даже успели ликвидировать загорание до приезда огнеборцев. Виновные лица и их мотивы устанавливают следователи. В обед понедельника жильцы дома номер 134 по улице Убаревича почувствовали легкий запах дыма и, определив квартиру, из которой исходил запах, связались с ее хозяевами. Когда мужчина, живущий в этой квартире, приехал домой, он увидел исходящий дым от холодильника. Обесточил его, и можно сказать, что все закончилось хорошо, если бы не два «но». Во-первых, неизвестно, что дымило в квартире, и жильцам стоило бы перестраховаться и вызвать работников МЧС. Во-вторых, использование электроприборов сверх срока их службы может привести к пожару. К примеру, этот холодильник уже старше своего срока службы по техпаспорту на 4 года. Минск чрезвычайный. 15 сентября в обед по адресу улица Народная, 26, корпус 2, произошло загорание имущества в жилой комнате квартиры. Из пояснений находящегося дома мужчины все произошло по всем знакомому сценарию. Выпил, закурил, уснул, проснулся – пожар. Мужчина попытался самостоятельно потушить загорание, однако поняв, что это у него не получится, принялся звать на помощь. На крики откликнулась проходящая мимо девушка. Она открыла входную дверь ключами, которые сбросил ей мужчина, и вывела его на лестничную клетку. К этому времени уже подоспели спасатели, которые помогли им покинуть подъезд и ликвидировали пожар. В среду, 16 сентября, в полдень, спасатели приняли сообщение о дыме из окна дома номер 24 по улице Захарова. Дома никого не было, а это значит, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Хозяин квартиры позже пояснил, что у него незадолго до происшествия были проблемы с розеткой на кухне. Как-то при использовании она начала дымиться и плавиться. Но ее починку он решил отложить, предположительно, именно это и стало причиной пожара. Огнем повреждено имущество, закопчена квартира. На этом все. С вами был Александр Попко. Берегите себя. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.